здравствуйте подписчики и гости моего канала сегодня мы продолжаем обзор моих цветочков и сегодня продолжаем смотреть бегонии вот это у меня бегония называется black мамба она компактная менее еще называют я ее укоренила весной обрезала макушку и вот посмотрите вот за лето она уже опять как наросла вот такая вот красавица такая бархатная у нее с этой стороны бордовая сейчас я покажу вот видите какой лист красивый бордовый а здесь черная прям она такая темно-темно-зеленая что кажется вот черная краешки у него такие вот похромчатые ракушечку основания крутится вот такая вот просто красотка даже у нее тут листики все-таки хорошие листики 2 наверно стареньких остальные я даже не хочу ничего тут у нее менять все у нее красиво вот такая вот красотка необычная листик растет небольшая кому может нет некуда ставить очень даже привлекательная так другая посмотрим на это азиан тундра компактная рекс сорт рекс листочек тоже уже старенький вот посмотрите как она цветет на такие вот у нее светлые листья очень даже симпатичные вот такие переливаются листики и вот она цветет я ее уже обрывала она все равно продолжает набирать и цвести ну если хочется и пусть под цветет я так когда нужно наращивать корешки вот они молоденькие а я обязательно обрываю а так ну хочет ну пусть под цветет вот она видите вот здесь вот она уже раздвоилась вот у нее два череночка и еще рядышком вот такая деточка и надеюсь деточку можно отсадить но сейчас взял я не хочу ничего отсаживать пусть растет так вот такой вот у него горшочек такая она вот светленькая у меня больше бегоний темных светлых практически мало поэтому это так хорошо смотрится даже рядышком вот так вот с black mambo . красиво смотрится она тоже растет не очень большая так ну еще так другая у нас хеллен ловис хеллен ловис вот такой красивущий у нее цвет темная здесь зеленая край тоже и вот она у меня что-то как-то вот уже видите так подлысела листья как-то сохнут я смотрю вот этот тоже сохнет может ее пересадить другой грунт вроде как но опять же вот у нее вот видите здесь она дала листики или побеги будут наверно детки вот на лист должен быть у нее крупный хороший нот она как-то вот сушила мне их эти листья ну наверное я и все-таки пересажу здесь вот она оголилась я ее глубже посажу вот эти здесь тоже вот вот чуть-чуть поглубже посажу другой сделаю и грунт вот такая вот красавица мне очень она нравится такой цвет листа у нее светлый с темным сочетается очень красиво тут розовенький даже в другой другой другая бегоня у меня вот какой-то крисмос я купила у девушки она сказала она у меня без названия но мы так определили что это крисмос но каких их же много всяких крисмос ну крисмос и крисмос очень красивый мне нравится очень красивый листик посмотрите какой яркий такой то она еще не большая может это тоже оторвать пусть растет здесь вот молодой она выдала лист я ее недавно пересадила из маленького вот в этот стаканчик 200 граммовый и вот у нее вот этот лист уже вот видите какой яркий эти еще побледнее вот это это dolce vita dolce vita как-то она у меня вот вы знаете листики такие листики меленькие и вот она у меня вот посмотрите вот все кустицы 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 я уже я когда купила у нее прямо была куча мало я отсадила эту кучу малую и оставила себе ну так хорошенький кустик мы смотрю здесь опять у нее очень густо может поэтому она листья мелкие у нее есть их должен быть крупные у нее но очень красиво посмотрите какой лист у него 10 идет по краю темная полоса и на ней краб а серединка серебристая вот здесь немножко розоватая и переливается что видно нет как она переливается листики переливаются и вот так вот она у меня сидит растет но лист мелкий надо наверное и рассадить все таки я думаю отделить от нее несколько деточек такая красавица dolce vita это ds к лекция так вот это это чили с в такой тоже у меня недавно летом я его приобрела или понравился листик у него серебристый такой тоже вот посмотрите лист у него край такой темно-розовый такой серединка серебристая не знаю как он еще дальше будет может он весь по 10 прям розовой но и серебро так блестит очень красивые листики у него не знаю он еще молоденький но вот это тут может уже но ведь вот он тут как-то порвался припорченный листик но я его не хочу открывать пусть побудет хорошенький не порченый ничего так это это шоколадный крем шоколадный крем я тоже его покупала летом сколько месяца три он у меня растет листья должны быть крупные со спирали вот с ракушечкой вот такой в основании вот видите уже крутится вот вот он последний листочек вот такое вот такая бахромчатая браху бахромчатый краешек темной полосочкой серединка светлая красивейший цвет вот такой длинный носик у него и ракушечка у него и все но листик пока еще него небольшой тоже так вот переливается здесь у темная из розовая идет разводики очень хочется посмотреть на его большой большой лист красивый но я думаю я вам покажу как он у меня вырастет какой так что у меня еще вот так вот и бывает зацепились на свинячили тут так здесь у меня еще есть я вам хотела показать поломар принц поломар принц поломар принц вот он у меня давно очень давно давно растет я считаю его старинным сортом у себя без я его пересадила тоже весной тоже очень вытянулся стали листья ствол голый оголился листики у него конечно же должны быть большие вот такой вот красивый посмотрите лист у него вот такие вот опушеные листики и сам листик тоже волосками такие красивые зеленые светлые у него разводики лист посмотрите как как кленовый такой молоденький вылазить темный какая красота просто красота красивую щи так еще я хотела вам показать коварди лион коварди лион у меня их два хочу сравнить вот он из одного же куста куст у меня был большой начал что-то погибать и я срезала с них эти череночки и вот посмотрите один светлые вот такой вот вот светлый а другой растет темный хотя стоят вместе это затем не вот такие коварди лион он еще он переводится как трусливый лев это резонная бегония то есть скрещенная с разными сортами бегоний у него должны большие листья ну вот пишут что он должен быть лист шоколадный вот это тут наверно более ближе к сорту вот такой вот лист золотисто-зеленые с оранжевым тут все короче намешано с возрастом значит становится более темные листики у него ну и естественно тут ракушечка присутствует на этом лучше видно посмотрим здесь посмотрите вот какая ведь в основании ракушка даже были у меня листики на старом у него даже по 2 по 2 ракушки на листу были такой вот листик какой красивый лист скоро кошечкой даже две ракушечки было высота у него у этой бегонии от 15 до 30 сантиметров компактный сортик такой растет тоже небольшой это для тех кому хочется много бегу не поставить но некуда очень даже вот такой красавчик вот такие листики вот посмотрите один светлый практически другой темный ну вот я их держу оба интересные бегу они так ну и знаете в конце я заканчиваю уже свое видео хотела вам показать свою меденилу 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 мы сейчас поднимем чтобы показать вам ее вот такая вот у меня меденила так как бы лучше вам показать так вот вот такой куст он у меня уже полтора года я его уже показывал как я его пересаживала здесь вот посмотрите я поставила две шпажки и связала его так как он сильно раскинулся раскинулся ничего рядом не поставить ничего и мне пришлось его связать вот ну вот он растет посмотрите вот опять выдал листики ни разу еще у меня не цвел здесь вот тоже проклевываются листики и я все его порываюсь обрезать и посадить вот попробую здесь договорился вот один и вот не знаю здесь вот видите такой хороший здесь целых три побега у него листья вот такие здесь тут видите скрючился что-то вроде как и опрыскивая но все равно как-то меденила очень сложно растет очень такой цветок конечно капризный но цвести не цвел вроде как не знаю все ему хватает листики он молодые мне выдает не знаю может в этом году зацветет ну вот хотела вам показать напоследок свою меденилу живая здоровая но не цветет пока не знаю что будет дальше и буду когда обрезать насмелюсь покажу как я укореняю укореню ее ну а на сегодня все до свидания спасибо что зашли на мой канал посмотрели мои цветочки всем пока пока о а о о о Продолжение следует...